А ты вот дебил вырис? Я тебе скажу, что и вот дебил вырис? Ты разумеешь? Не обращайте друг друга. А, окей. Так, сегодня началось утро на Новосельского 64. Сюда прибыли несколько десятков молодых людей с ломами, болгаркой и другим снаряжением. Формальным поводом для демонтажа бронзового маршала стало разрешение ректора университета имени Мечникова. Брельеф Жукова располагался на фасаде дома, в котором находится студенческое общежитие. Активисты первыми написали ректору вуза бумагу с требованием разрешить им демонтаж памятного объекта. На что университет ответил. В соответствии с законом о декоммунизации они ничего против не имеют. У нас есть документы от дозвола, власне, от ректора Мечникова, университета, которому, власне, належит вот эта будильня, этот гуртожиток, где он позволяет демонтировать, согласно закону про декоммунизацию, власне, дошку, ось, Жукову кату украинского народа. Что, власне, сегодня произошло, это очень быстро. Там были несколько провокаций со стороны любителей Российского Союза и Жукова, но все прошло тихо, быстро. Во время демонтажа вспыхнуло несколько конфликтов, однако быстро вмешалась полиция. Националистам попытались помешать их идеологические противники, которые считают акцию незаконной. По словам одесситов, у радикалов нет ни документов, ни полномочий крушить исторические объекты. Любой демонтаж нужно согласовывать с мэрией. Поэтому самовольный снос Балерьефа называют актом вандализма. Данный ответ не является, я акцентирую на этом внимание, не является руководством к действию, которое позволяет демонтировать объект. Здание по адресу Новосельского, 64, является памятником архитектуры. Все это называется в криминальном кодексе порча памятника архитектуры или объекта культурного наследия. В правовом поле мы должны были, как местные власти, согласовать демонтаж. Мы должны были выдать предписание о демонтаже. Это могла сделать районная администрация, это могли сделать представители муниципальной охраны или муниципальной безопасности. Мы должны были, как минимум, получить какой-то ответ от подрядной, профильной, лицензированной организации о том, каким образом будет происходить демонтаж, о том, каким образом и когда будет восстановлена стена фасада. Снесенный Балерьеф на Новосельского – последнее напоминание о великом маршале в Одессе. Памятные места, связанные с ним, не раз подвергались атакам националистов. Я в шоке, просто в шоке от того, что произошло. Я не понимаю, кому это могло мешать. Лично нам, никому, ни соседям, ни пенсионерам, ни детям, ни среднему возрасту это не мешало. Мало того, мы иногда и ложили цветы. До этого зарисовывали с красной краской, все это происходило ночью, когда люди не видят. Потому что, когда люди видели, они выходили и запрещали им это делать. Вот к радушкам, чтобы никто не видел. Но это мерзко, почему это делают? Кроме того, активисты с фасада на Новосельского сбили табличку с надписью о том, что в этом здании в 19-20-х годах прошлого века были замочены большевики-подпольщики. Дальнейшая судьба таблички Борельефа пока неизвестна. Националисты загрузили бронзового маршала в машину и уехали. Пообещав передать его в историко-краеведческий музей. Честно говоря, я не знаю, но насколько я понимаю, что из того, что ребята показывали, оно не есть каким-то памятником. И я надеюсь, что это передадут в какой-то музей, чтобы люди видели, чтобы все было цивилизовано. Я даже слышал, что ребята забрали на машине и пообещали сдать в музей. Если будет в музее, мы обязательно сфотографируем и передам вам такую информацию. В конце октября прошлого года националисты демонтировали Борельеф Жукова создание военкомата на Канатной. В департаменте культуры Одесской обладминистрации тогда заявляли, что демонтаж, хотя и был необходим в силу закона декоммунизации, однако выполняли его незаконно. Но словами дело и ограничилось. Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.